Но сейчас вы не увидите таких же драматических движений там, как на биткоине. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Давно не виделись, немножко был занят. Добро пожаловать на мой канал. На канал, где мы практически ежедневно обсуждаем криптовалюту. Биткоин против альткоинов. Эта война началась, как только первый альткоин был создан. В то время доминирование биткоина на рынке колебалось в диапазоне 80-90%. Но потом, когда биткоин снова взял свой старый исторический пик в 1200 долларов, рынок стремительно изменился. А все благодаря новой волне розничных инвесторов, которые подумали «Воу, поезд биткоина ушел, но ведь есть еще какие-то альткоины и ICO». Они стали изучать вопрос доходности инвестиций в эти проекты, а не в биткоин. Например, 31 мая 2017-го мы наблюдали ICO Basic Attention Token. Это ICO считалось одним из самых успешных в 2017-м году. Всего за полминуты было собрано около 35 миллионов долларов. Чтобы вы понимали, на момент ICO TokenBat стоил 0,03 доллара, но всего спустя несколько дней после запуска торгов цена токена выросла до 30 центов. И это только один пример. Почти каждое ICO вдруг стало возвращать своим инвесторам десятки иксов прибыли за короткое время. И каждый раз, когда проводилось такое ICO, люди покупали токены за свои биткоины, тем самым уменьшая процент доминирования главной криптовалюты на рынке. Большинство таких ICO токенов были основаны на протоколе ERC-20, поэтому зачастую людям приходилось конвертировать биткоин в эфириум, чтобы инвестировать в ICO. Именно поэтому 12 июня 2017 года доли эфириума и биткоина на рынке почти сравнялись, составляя 32 и 39 процентов соответственно. Многие пророчили, что эфириум вот-вот обойдет биткоин и станет номер один в списке криптовалют. Лихорадка ICO и альткоинов продолжалась весь 2017 год, неумолимо сокращая разрыв между доминированием биткоина и альткоинов. Немалую роль сокращения дистанции между альткоинами и биткоином сыграло и падение самого биткоина и всего остального рынка. Но с тех пор главная криптовалюта стремительно возвращает свои позиции, и можно сказать, что это происходит в том числе и за счет альткоинов. И на данный момент доминирование биткоина составляет почти 65 процентов. В последний раз такие цифры он демонстрировал в апреле 2017. Биткоин просто в наглую обедает альткоинами. Видимо, в меню других блюд ресторан не предлагает. На данный момент биткоин упал всего лишь на 41% от своего пика в 20 тысяч долларов. Тогда как альткоины показывают в основном 80-90% падения, с редкими исключениями. Например, эфириум до сих пор в минусе на 81%, XRP на 90%, лайткоин на 70%, биткоин кэш на 90%, биткоин диаманты на 99%? Что? И что же это значит, когда биткоин достигнет своих 20 тысяч долларов снова? Я думаю, ни эфириум, ни биткоин кэш, ни хриплы не достигнут своих исторических пиков в этот момент. Будет большим счастьем видеть хотя бы 2 икса на тот момент. То же самое я могу сказать и о таких проектах, как EOS, Cardano, Tron, Stellar, Dash и о многих других тоже созданных и поставленных на ноги проектов. Альткоины, которые считаются высшей лигой, все еще не имели такого быстрого восстановления, как биткоин. Впрочем, есть и те альткоины, которые превзошли биткоин. Конечно же, это нашумевший Chainlink, Binance Coin, EGretia и другие. К примеру, Binance Coin уже обновлял свой исторический пик, и это было всего лишь 20 дней назад. У EGretia исторический пик был обновлен вообще 3 дня назад, и у Chainlink 13 дней назад. Но у остальных альтов общая картина все равно выглядит удручающе, минус 70-90% от своих исторических максимумов. И еще раз, многие эти проекты находятся в высшей лиге, включая Ethereum, XRP, EOS, Litecoin. Под высшей лигой я имею в виду то, что они находятся в топ-5-10. Все эти проекты будут счастливы сделать хотя бы 2 икса при восстановлении биткоином своего исторического пика. Есть у меня одно предположение, которое вообще идет вразрез со всеобщими настроениями, но я могу подкрепить его очевидными вещами. И, кстати говоря, то, как вы смотрите на произошедшее ралли биткоина, совершенно не играет роли. Думаете ли вы, что это был институциональный рост, или манипуляции тезером, или альткоиновское топливо? Мое предположение подойдет вам всем. Итак, есть такая вероятность, что за ростом биткоина стоит немалоизвестный тезер. Недавно прокуратура Нью-Йорка обнародовала результаты своих исследований. Ссылку на документ я оставлю в описании. Я же покажу вам только два пункта. Для начала пункт номер 22. В результате исследования также выяснено, что уже в 2019 году респонденты заключили как минимум одно письменное соглашение о предоставлении кредитов в тезерах некой торгующей виртуальными валютами, основанной Нью-Йорке компанией. Чтобы понять, о какой именно компании идет речь, перейдем к пункту номер 11. Этой компанией является некая Galaxy Digital LP. С помощью этой компании респонденты имели возможность торговать на Bitfinex. Вы уже знаете, кто является основателем Galaxy Digital, так как он уже не раз появлялся у меня на канале. Это Майкл Новоград с собственной персоной, бывший глава хедж-фонда Fortress, бывший партнер Goldman Sachs и нынешний глава Galaxy Digital LP. И теперь снова вспомним 11 пункт. С помощью Galaxy Digital LP жители Нью-Йорка имели возможность торговать на Bitfinex. И перейдем к 22 пункту, чтобы напомнить, что есть письменное соглашение о предоставлении кредитов в тезерах, некой торгующей виртуальными валютами компании. Это очень важно, и вы сейчас поймете почему. У Майкла и его ребят большой опыт в мире фондовых рынков, поэтому эти умения они также хорошо копируют на Bitfinex и Биткоин. И тем неприятнее читать твит Майка от 26 апреля 2019 года, в котором он говорит, что его компания Galaxy имеет нулевое отношение к Bitfinex и Тезеру. Galaxy имеет нулевое отношение к Bitfinex и Тезеру. Я считаю, что эти два господина ныне уже не столь важны для криптосообщества, как когда-то. Тем не менее, это явно не позитивная новость. Стадо не придет, пока мы не станем работать прозрачно и профессионально. Прозрачно, Майкл, вот тебе и прозрачно. Я уже жду, когда наконец Тезер попадет по юрисдикции Нью-Йоркской прокуратуры, и мы наконец узнаем, как именно Майкл связан с Bitfinex и Тезером. Пока что в теории мы предполагаем следующий вариант. Bitfinex печатает Тезеры, после чего отдают эти напечатанные Тезеры в долг опытным трейдерам. Все это делается ради манипулирования рынком, ну а затем просто забираются большие прибыли. На самом деле, эта система, похоже, базируется на долговой основе, когда сам Bitfinex надеется, что после этого трейдеры смогут выплатить долг обратно, используя прибыли от своих трейдов. Еще раз напоминаю, 22 пункт. Как минимум, одно письменное соглашение о предоставлении кредитов в Тезерах некой торгующей виртуальными валютами компании, и этой компанией является Galaxy Digital LP, которой владеет Майк Новоградс. Теперь, когда мы можем предполагать, кем могут быть эти трейдеры, нужно ответить на вопрос, а чем эти трейдеры манипулируют? Это очень риторический вопрос, потому что почти всегда это биткоин. И это может подтвердить сам Майкл Новоградс собственными устами. Устами трейдера, предположительно находящегося на контракте с Bitfinex, исходя из нашего с вами расследования. Например, Ethereum, Divinity, EOS. Они пытаются построить веб 3.0, намного более наполненные людьми сферы. Эта действительно революционная история растянется на 2-4 года. Но сейчас вы не увидите таких же драматических движений там, как на биткоине. Сейчас вы не увидите таких же драматических движений на альткоинах, таких как Ethereum, Divinity, EOS и так далее, как на биткоине. Если это движение и было заправлено тезером, то в ближайшее время мы увидим большие движения только на биткоине, но не на альткоинах. Но тогда у нас есть еще аргумент, что рост поддерживается институционалами, которые готовятся к запуску таких больших платформ, как, например, BACT. Если это является правдой, то фьючерсы на какие монеты там будут доступны? Биткоин? Я не очень люблю делать конкретные прогнозы, но сегодня прямо чешутся руки написать в сценарии следующее. Я прогнозирую рост доминирования биткоина вплоть до старых показателей исторических пиков. Скорее всего, пик придется где-то на 80%. И уже после этого начнется сезон альткоинов. Или мини-сезон альткоинов. Когда доминирование биткоина начнет откатываться до тех отметок, на которых мы находимся сейчас. Около 60-65%. Далее, в зависимости от принятия и развития этих долгожданных институциональных платформ, лишь некоторые альткоины смогут разделить вкусный пирог с биткоином. И когда эти альткоины достигнут своих новых пиков, доминирование биткоина будет около 50%. Короче говоря, весь этот высший эшелон альткоинов, по моему мнению, не должен показать настолько значительный рост, как биткоин. Аж до тех пор, пока сам биткоин снова не преодолеет 20 тысяч долларов. А нас ждет потрясающий месяц, такие платформы, как Бакт и Фиделити, уже в этом месяце будут тестировать биткоин фьючерсы с физической поставкой актива. А уже в конце июля мы увидим какое-то решение по битфинексу в Нью-Йорке. Эти события могут сильно повлиять на рынок, но что бы ни случилось, нет сомнений, что биткоин останется лидером. Крайне смелый прогноз, я это понимаю, в случае невыполнения которого в меня полетят большие камни, ну что поделать. На этом у меня все, меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно, богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»